добрый день я дмитрий дзюба и хочу сегодня рассказать про преимущество моего варгана вот он красавец гладенький полированный красивый и хорошо звучащий ну начнем с технических характеристик ну если вы знаете варган звучит хорошо тогда когда у него расстояние между язычком и декой и декой очень расстояние маленькие зазоры минимальные и когда язычок четко стоит в плоскости между губок деки он не вот так вот стоит не так не так не так а четко плоскости и расстояние между язычком и повторюсь или и декой минимальный вот это то что у меня очень четко соблюдается у меня настолько маленькие зазоры что их даже увидеть тяжело визуально благодаря этому мой варган имеет большую палитру обертанов и гармоник далее язык в месте изгиба закален что дает закалка не будет саморазгиба и самозагиба в процессе игры если язычок не закаляется тогда он может разгибаться или загибаться а значит мы теряем четко настроенный тон мои все варганы настроены на определенную тональность и она сохраняется потому что язычок закален если человек не обращает на это внимание это небольшая проблема но если музыканту надо варган в четкой тональности тогда не закаленный язык будет проблемой вот дальше кончик языка у меня сделан петелька не кружочком а вот такой вот форме капельки благодаря этому можно играть на варгане очень легко без таких местами сильных зацепов за палец то есть при плавном движении пальца вот мы в любом случае будем попадать по языку палец если будет чересчур сильный удар он просто будет в этот момент соскальзывать язычка он не будет его сильно цеплять и тянуть дальше благодаря мягкости моего язычка язычка на моем органе мы имеем очень легкий бой реверсный бой от себя на себя чередуем вот я сейчас покажу как ведет себя мой варган при быстрой игре кончик язычка немножко загнут вверх совсем чуть-чуть но вот этот момент дает возможность раскачивать язык даже без удара вот я не буду касаться язычок пальцем язычка пальцем и вот смотрите язычок уже раскачивается когда я втягиваю воздух при определенных техниках игры это свойство она дает определенную свою пользу вот дальше о надежности моего варгана скажу несколько слов вот это место место пропила которое вставляется язычок вот оно делается мне таким образом форме трапеции и в эту трапецию я беру вставляю язык и забиваю его молотком и применяю к этому довольно большое усилие то есть я до такой степени забиваю сюда язык что его потом не выдержишь даже под плоскоогубцы понимаете вот и после этого еще и заклепываю то есть качество соединения язычка с рамой она настолько хорошие что мой варган он реально долгожитель в мире варганов и и сам по себе излом язычка он тоже нереален почему потому что язычок моего варгана сейчас покажу изгиб язычка он планомерный изгиб идет по всей длине язычка то есть нет усталостной нагрузки на какую-то определенную точку есть варганы где мастера например делают бывают посередине как настраивают варган посередине могут сделать вот такой спин устачивают по толщине язычка каком-то определенном месте и в этом месте язык он больше всего изгибается и в этом месте со временем он будет трескаться и лопнуть у меня благодаря ровной дуге изгиба такой проблемы не будет поэтому язык он не сломается и как я уже сказал благодаря тому что его просто сюда забиваю наглухо он никогда в жизни не выпадет с этого места дальше следующие плюсы изгиб про изгиб я сказал так длина длина самого колена длина колена я бы не сказал что она сильно большая но я бы не сказал что она маленькая я делаю длину колена такую чтобы при игре человек не лезь себе в рот пальцем чтобы его чтобы язык можно было раскачать пальцем нормально не залазя себе в рот понимаете потому что вот бывают такие варганы с маленькой длиной колена ну извините его не раскачаешь на к при игре на себя приходится бить от себя но звук многим от себя не нравится нравится звук на себя но из-за того что язык короткий его не раскачаешь поэтому я делаю длину вот этого колена нормальную по крайней мере не маленькой для раскачки хватает ну далее язык сделай нескольких хорошей инструментальной стали дека сделано из нержавейки если варга за варганом следить вовремя протирать его от влаги после каждой игры ржавение не будет ну даже если вдруг какое-то ржавение покажется там при вашем халтурном обращении с варганом если вы будете держать его в сыром месте вот не ухаживая за ним ржавчину всегда можно стереть или зубной пастой зубным порошком даже лучше сода или например пастой гоя натирая на ткани потом этой ткани можно стереть дальше какие плюсы у меня еще вот это вот место видите я его стачиваю хорошо стачиваю обычно здесь ребра такие в большинстве варганов но я эти ребра стачиваю и благодаря вот этим вот плоскостям варган при прижатии к зубам ведет себя устойчиво он не съезжает вверх вниз влево вправо вот его удобно держать на зубах жесткость рамки она достаточно хорошие при вот таком вот обычном хватит в органах у вас не будет зажимания языка между ну теперь насчет футляров вот я сделал в орган сегодня вот этот в орган в строе до вот футляр к нему это такая символика цветок папоротника пару не в цвет на украинский мове легче и называют с стародавняя славянская символика она означает это солярный знак знак солнца символ солнца вот иногда я могу сделать выжигание иногда я могу сделать резьбу по дереву ну там уже как карта ляжет как говорят вот значит преимущество футляра моего я делаю в основном футляры даже без вот этого отверстия у меня вот здесь вот 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 сюда входит язычок в это отверстие и он отсюда не выступает не то что не выступает его даже не видно язык здесь спрятан очень надежно то есть никаких механических повреждений в органу вообще не светит при моем вот этом вот футляре ну здесь я вот прописываю свой автограф футляр отполирован пропитан воском он не боится попадания влаги абсолютно никакого потому что он конкретно пропитан воском я вообще в большом объеме растапливаю воск довожу его практически до кипения потом футляр просто макаю туда и выдерживая несколько минут он там у меня хорошо напитывается этого воска потом все остальное я вытираю и получается вот такой вот хорошие хорошая такая надежная защита вот значит веревка есть можно носить на шее вот берем банально потянули вставили сюда в орган и затягиваем все способ затяжки более-менее такой классический да ну надежность отличная вообще в орган хорошо защищен и футляр имеет прекрасный вид от полировки без царапин без задиров древесина разная вишня груша слива ну пытаюсь применять твердые породы красивые породы с красивой текстурой ну в принципе пока все на этом если пожелаете купить у меня в орган заказать то пожалуйста обращайтесь мои вообще данные вы можете найти в ссылке которая находится в описании этого видео вот и все желаю вам всего хорошего